К жизни, да, и к вопросам бизнеса, ну, такой очень свежий, очень оригинальный взгляд, и я беру из этого, конечно, для себя очень много. И, казалось бы, вот эта вот афлешка, да, ну, идея, но я для себя, а у меня информпродукт, да, вот я уже там сформировала всякую картинку, как можно это вот со всякими бантиками дополнительными предложить покупателю, повысив ценность, показав ценность продукта для них, опять благодаря вот этим бантикам. Шел на триггер жадности, потому что, я так понимаю, жадность для продажи B2C очень важная вещь. Я, в принципе, нашел один из инструментов, как использовать хорошо жадность человека, как можно вместо одного продать пять флешек. Спасибо, Олег, за пример. Для B2B жадность не очень работает, а если эту жадность спрятать под рекламой товара нового, то это приметает другой смысл. Как-то так, спасибо. Ну, что, во-первых, было интересно, потому что эти наши занятия, ну, пропустить это значит что-то потерять, или что-то недополучить, а это уже жадность. То есть думаешь, что ты где-то чего-то, вот, как всегда, получил новую полезную информацию, новые знания и чуть-чуть потренировали новые навыки, потому что самое главное, это будет домашняя работа, то, что придется отрабатывать практически, и самое главное, внедрять для развития своего собственного бизнеса. Каждый триггер не является отдельной составляющей, а они все очень-очень четко перекликаются, и разделить где один, где второй, порой бывает очень сложно. Есть идея, появилась, как это использовать в продвижении себя, продукта своего. После нашего занятия стало более конкретно вырисовываться фигура, как начинать работать с клиентами, с этим триггером жадности, чтобы не выглядеть мошенником перед клиентом, чтобы правильно довести нужные доводы, почему именно этот товар подешевле, или наоборот, почему он подороже. Только осталось внедрять этот триггер жадности и работать.